Здравствуйте, друзья! Как обычно, в доле мы рассказываем вам по вторникам о стартапах и о молодых бизнесменах, которые не боятся делать какие-то необыкновенные вещи, не боятся делать шаг вперед, и, как показывает история героев всех наших программ, все-таки выигрывать. Сегодня у нас в гостях основатель архитектурной студии Civil Architects, социальный конструктор Даниил Куров. Привет, Даниил! Здравствуйте! Civil Architects очень красиво звучит, а вот социальный конструктор звучит несколько обескураживающе. Что значит социальный конструктор? Ну, социальный конструктор — это, наверное, такая наша подтема сегодняшняя больше. Это одно из направлений, которым, можно сказать, занимается Civil Architects. Мы это направление чаще называем как гражданские объекты или объекты гражданской инфраструктуры. То есть вы строите то, что нужно всем и каждому? Ну, по большому счету, мы не строим, мы все-таки проектируем. Проектируем, да. Да, но это действительно объекты, которыми пользуется каждый человек. Это наши с вами детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, фоки, небольшие бассейны. И именно для этого была создана компания Civil Architects? Или у вас есть какие-то еще там коммерческие, не знаю, частные проекты? Ну, безусловно, это коммерческая организация Civil Architects, мы не фонд. Для чего она была создана? Это вопрос, он более широкий. В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы менять вообще подход к архитектурному процессу, к понятию архитектуры, архитектора в нашей стране и в целом. Потому что наблюдается такая стагнация своего рода. Я вот перед тем, как прийти к вам на эфир, заглянул к вам на сайт и посмотрел. Здесь, по-моему, на моем месте сидел знаменитый архитектор Сергей Скуратов и рассказывал, значит, о своей деятельности. Очень показательный пример в том, что он отметил такую статистику, что хорошей архитектуры в России там порядка 50%, то есть 5-10%. И, в общем, когда... Имейте в виду современную архитектуру, да? Или вообще? Современной, ну, вообще, хороших проектов, то есть хороших действительно объектов. И на вопрос ведущего о том, а, собственно, почему это происходит, он, в общем-то, развел руками и сказал, ну, вот так повелось. Это такой, знаете, подход своего рода, когда вот вас ограбили квартиру, к вам приходит полиция и вместе с вами начинает перечитать, что, мол, вот нас ограбили. Да. А на самом деле ожидается-то, что профессиональное сообщество, оно как раз будет что-то менять в этой сфере. Отстаивать. Да. Право на хорошую архитектуру. Да, и если мы не понимаем даже, собственно, почему у нас такая ситуация, то как мы можем на самом деле что-либо менять? А что такое хорошая архитектура с точки зрения архитектора? Это вопросы, не знаю, какие-то конструктивные вопросы или эстетические, или, не знаю, экономические? Вот что значит хорошая архитектура, красивый объект или правильный объект? Ну вот как раз в чем суть компании Civil Architects, какие тезисы мы продвигаем и практикуем в нашей деятельности, это то, что архитектура, это как раз все то, что вы назвали, то есть это и социальные факторы, это экономические факторы, это эстетические факторы. И как раз проблема заключается в том, что часто люди склонны противопоставлять одно другому, то есть когда говорится об архитекторе, говорится, что он автор, а не исполнитель. Или получается, что, например, в каких-то ситуациях он только автор, он делает какой-то интересный эстетический объект, но он не выполняет каких-то технологических требований от, собственно, клиента или от заказчика, от общества, как угодно. Но потом, как сказал кто-то из великих, я читала это в правилах жизни Джима Джармуша, никогда невозможно сделать быстро, дешево и качественно, всегда что-нибудь одно страдает, и случаются всегда только два фактора. Это точно. Я думаю, что с архитектурой это связано как ни с чем, особенно если мы говорим о социальной архитектуре. Я понимаю, когда строится там какой-нибудь очередной элитный жилой комплекс, и я так догадываюсь, что, наверное, опять же, с точки зрения эстетики особо ничего никто не скидывает. Кем не согласует. Вот как бог на душу положил, так и воткнули эту какую-то идиотскую башню с кучей каких-то непонятных деталей в старинном районе, где четыре этажа максимум застройки. Ну, правда, я вижу этих уродов по всей Москве, особенно в 90-х понастроили в большом количестве. Когда ты имеешь дело, строишь не для частных лиц или не для бизнеса, а для государства, мне казалось, что здесь эстетический вопрос вообще должен уходить совсем на какой-то самый дальний план. Ну, к сожалению, по факту он уходит на самый дальний план и в коммерческих проектах, и в, опять же, проекты государственного сектора тоже нельзя назвать некоммерческими, потому что за них все-таки получаем деньги, да, и там есть добавленная стоимость. Но суть в том, что действительно у нас ввиду такой, ну, скажем прямо, не самой современной, качественной, существующей инфраструктуры гражданских объектов, берем школы, детские сады, больницы там и так далее, любой новый объект, он уже считается, ну, большим счастьем. То есть если у меня там в моем поселке или городе построили новую школу в моем районе, ну, я уже счастлив, меня, в общем-то, не сильно беспокоит, какая она. Как она выглядит. Да, или детский сад. Но проблема от этого никуда не уходит, и качество там тех же детских садов, самих проектов, оно оставляет желать лучшего. Ну, например, если брать нашу специфику, мы сейчас активно продвигаем, так называемую, ограниченную типологию. То есть, когда мы говорим о детском саде, да, вот есть, ну, есть типовые проекты, скажем так. Они существуют, они существовали там в советское время, существуют сейчас. То, что происходит в настоящий момент в нашей стране, объявляется там тендер, на него подаются заявки, там появляется компания, которая предлагает, ну, свое видение некое. Свою типологию. Не типологию, они предлагают какой-то свой проект, вот он, они вот там каким-то своим стандартом сделали, он как-то выглядит привлекательно или нет, неважно. Важно, что они что-то предложили, и каждый раз это новый проект. То есть, каждый раз государство тратит большие деньги на то, чтобы разработать новый проект. При этом нет никакой гарантии, что там действительно применены международные стандарты, которые не противоречат нашим внутренним стандартам. И то, что это действительно и с эстетической точки зрения, и с функциональной правильный объект. И это проблема, потому что, на самом деле... Не говоря уже о деньгах, которые в него будут вложены. Ну да, то есть, собственно, затраты на проектирование и затраты на строительство, мы имеем в виду. Поэтому, если говорить о вот гражданской инфраструктуре, о гражданских объектах, вот об этом социальном конструкторе, это огромная возможность, то есть эта сфера, это огромная возможность для экономии государственных средств. Здесь я сразу, конечно, должен оговориться, потому что, ну, мы привыкли, когда мы слышим слово типовой объект или там... Ну, типовой объект, да, люди склонны сразу представить себе какие-то ужасные здания, там, пятиэтажки, которые всем надоели. Да, хрущобы. Вот, и это, на самом деле, часто так. Мы просто не видели хороших типовых объектов. И если брать зарубежный опыт, а мы стараемся в нашей практике применять зарубежные стандарты, часто зарубежные подходы, которые, опять же, не противоречат нашим российским, то очень часто как раз вот именно в этой сфере, в сфере социальных объектов, применяются какие-то стандартизованные решения. То есть там, если мы говорим о школе, то там есть какие-то блоки, которые уже спроектированы, их необходимо в правильной пропорции скомпилировать. То есть правильно ли я понимаю, что вы не просто хотите и строите, проектируете социальные объекты, вы предлагаете некий новый образ этих социальных объектов, в которых есть что-то общее, какие-то общие архитектурные, функциональные, конструктивные особенности. Это не одно единственное здание, а серия каких-то похожих объектов, но при этом у них есть возможность быть все-таки, все равно иметь некие индивидуальные черты. Да, то есть это очень вариативная вещь. Мы предлагаем некую структуру, то есть мы разрабатываем концепцию. Например, у нас был типовой детский сад, который мы разработали. Но его сложно назвать типовым, потому что он в зависимости от региона или от климата, или даже от местности, то есть от густоты населения, населенности, он будет разным. Там можно менять ограждающие конструкции, там можно менять его размер. То есть буквально можно компилировать его от 350 мест до 70. Очень большая вариативность. Но при этом это все равно некий конструктор, да, то есть некая логистика одна и та же получается, да, создание этого объекта. Да, но это каждый раз, конечно, зависит от задачи. И здесь я просто хотел добавить, что мы не только занимаемся проектированием новых объектов, мы также стараемся понимать, что нам делать со старыми. Вот недавно был такой новостной повод, мы тоже давали по нему уже комментарии. Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение правительству о том, чтобы была разработана некая концепция объединения детского сада. Продолжим после новостей. Сегодня у нас в гостях социальный конструктор, основатель архитектурной студии «Цивил Аркитекс» Данил Куров. 65 10 99 6 наш московский телефон. Заглядывайте на сайт финам.фм, страничку программы «Вдоле». Мы закончили на Дмитрия Анатольевича Медведева и его поручении. Да, который, собственно, дал поручение правительству объединить школу, сделать некую концепцию проекта. Школа-садик. Школа-садик, такая элементарий-скул, как мы знаем, есть в Соединенных Штатах. И ведь нельзя ограничиться тем, чтобы просто разработать новый такой проект. У нас есть там тысячи школ существующих уже. Которые можно пристроить садики. А вот можно ли к ним пристроить садики или нет? Это как раз большой вопрос. И как раз на сегодняшний момент в «Цивил Аркитекс» мы планируем большое исследование, связанное как раз с изучением существующей инфраструктуры непосредственно школ и детских садов в Москве. И я просто хотел так немножко рассказать. У нас есть даже партнеры в этом отношении. То есть, когда мы говорим о взаимодействии с государством, люди, архитекторы и даже бизнес склонны говорить, что это очень сложная сфера, в нее не стоит идти и, ну, в общем, туда и не идут в основном. Мы как раз на своей практике уже убеждаемся в обратном, что и даже государственные институты готовы сотрудничать по такого рода вопросам. То есть, например, сейчас мы по вот этому исследованию, мы готовимся к нему, сейчас на стадии переговоров, все ресурсы подтягиваем. И институт генплана Москвы высказался, ну, то есть они уже конкретно с нами обсуждают детали того, как мы будем сотрудничать. И они первые пошли на встречу частным архитекторам? Конечно же нет. Вам пришлось их доставать или они вас пригласили? Я бы не сказал, что нам прямо их доставать пришлось. Мне очень понравилось просто, что они открыты к сотрудничеству. Сейчас существуют такие площадки, как Моско-Урбан-форум, опять же, какие-то круглые столы, где можно встретиться, на самом деле, с такими людьми, как, например, текущее руководство НИПИ Генплана и предложить какие-то идеи, и уже приступить к переговорам. Я хотела вернуться к началу Civil Architects. Как я понимаю, проекту два года. До этого вы достаточно активно работали именно в области коммерческой недвижимости, даже где-то за границей, правильно? За границей лично я не работал. Я работал в швейцарской компании, дочерней, дочерней компании, и мы занимались действительно коммерческими проектами. В общем-то, коммерческая архитектура никуда не делась. Мы продолжаем заниматься. Я продолжаю заниматься уже в рамках Civil Architects. Эта сфера тоже очень важна. И здесь точно такие же, на самом деле, проблемы. Существует некое архитектурное сообщество, в котором очень много стереотипов по поводу того, как вообще взаимодействовать с бизнесом в процессе проектирования. То есть часто, собственно, противопоставляется, опять же, полезность и эстетика. И бизнесу это тоже не всегда удобно. Наш же подход, он очень прагматичный. Мы, с одной стороны, понимаем, что существуют такие объекты, например, как объекты торговой недвижимости. И торговый центр, если он неудобный, он неэффективный, на самом деле. Да, там есть свои правила потоков, которые, может быть, иногда кажутся усложненными, но тем не менее, если он неудобный, если он неправильно организованное пространство, он будет неэффективным, соответственно, он и с экономической точки зрения будет неэффективным. Поэтому наш интерес, и в этом плане мне мой опыт помогает, он в том, чтобы коммерческих клиентов наших удовлетворять, не только с точки зрения эстетики, чтобы они могли делать хорошие рекламные проспекты о своих объектах, но и с точки зрения реального результата эффективности экономической. Ну, а в таком случае можно ли эту же схему взаимодействия перенести с B2B на B2G? Как вам вообще пришло в голову заняться социальными объектами? И похоже ли общение с государством на общение с бизнесом? Ну, какие-то, наверное, сходства есть. Отвечая на вопрос, как это пришло в голову, ну, во-первых, у нас есть некая аналитика рынка. Сейчас дам некий инсайт на эту тему. У нас есть, например, европейская часть России, в которой существует госзаказ, то есть тендеры. И вот те объекты, которые… Пресловутые. Да, пресловутые тендеры. И те объекты, которые я перечислял, по ним подаются, значит, вот эти тендеры, они в открытом доступе, можно, нужно обладать просто доступным к площадке. И объем этого рынка порядка, там, 250-300 миллионов рублей, это, я говорю о проектировании, не о строительстве, а о проектировании только услуги по проектированию, в месяц выделяется на подобного рода проекты. То есть это те же самые школы, ФОКи, у нас есть там проект сейчас в Калининграде. То есть это большой рынок, в котором конкуренция сейчас, она существует, но вот только в рамках этого тендера, да, там, по каким-то формальным основаниям. И в большом счете у нас два типа игроков. Это старые научно-исследовательские институты региональные, которые, к сожалению, уже не способны выдавать новый продукт, они очень тяжело вообще двигаются, и, ну, они просто не могут участвовать в реальной конкуренции. И есть вот такие частные мастерские имени, там, значит, архитектора такого-то, которые пытаются, значит, брать этот контракт, и, взяв там несколько контрактов, они, в общем-то, уже счастливы, и они тоже не ставят своей целью какое-то развитие фундаментальной этой сферы. И это проблема как раз, которую лично я в рамках вот нашей организации стараюсь, так сказать, рубить на корню, потому что мы понимаем сейчас, что огромный потенциал в этой сфере существует, и он не реализован, в том числе по той причине, что молодые люди, архитекторы, студенты или уже практикующие архитекторы, у них нету, вот, ну, сейчас принято говорить, социально... Далеко идущих планов? Ну, у них нет лифта, они не могут, им сложно стать, вот, если вы, нас слушают сейчас люди, если вы закончили, там, университет или учитесь, все прекрасно понимают, что вариант, по большому счету, идти в какую-то авторскую мастерскую, там, имени, вот мы сегодня говорили о Сергее Скуратове, там, есть Скуратов-архитекции, вы приходите в эту организацию, вы понимаете, что там уже есть Скуратов, и вы никогда им не станете, у вас есть там очень серьезные ограничения просто по карьерному какому-то. То есть вы можете работать только под мастерием, а потом уходить и открывать собственную мастерскую, если получится. Да, но нет никакой гарантии, потому что, когда вы работаете под мастерием, никто вам не гарантирует, что вы станете в какой-то момент мастером. И здесь, ну, здесь помимо этого еще масса других проблем. Например, собственно, проблема того, что этот мастер, он очень субъективен, как правило. То есть наши мэтры, даже архитектура, уважаемые, которые построили много-много объектов, к сожалению, не видят, вот, ну, какого-то общего, у них нет общего видения по тому, как развивать молодых архитекторов сегодня. Именно поэтому мы не называемся мастерская, там, архитурно-мастерская, там, Курова-Данила, а мы называемся Civil Architects, потому что мы хотим, чтобы люди, чтобы это была часть их жизни, чтобы они, приходя к нам на работу, они были действительно замотивированы вот этой идеей, этим процессом, и видели у себя, ну, большое будущее. То есть у вас настолько амбициозная задача не только изменить облик социальных, социальных зданий в стране, но еще и позволить, ну, там, еще и, как сказать, подогнать социальный лифт молодым архитекторам. Конечно, развивать людей, потому что, на самом деле, ни один бизнес не может существовать без людей, и это нормально. То есть мы действительно хотим развивать людей, и мы хотим развивать профессиональное сообщество. Вот я уже не первый раз попадаю на радиостанции, и я умышленно, открыто рассказываю об этом рынке, который, в общем-то, достаточно, там, плохо развита конкуренция, потому что мы не заинтересованы просто взять вот сейчас втихую, там, выйти на этот рынок и его, там, поглотить, потому что от этого не будет никому лучше. Мы заинтересованы в том, чтобы была бы здоровая конкуренция, был бы открытый диалог, и какие-то важные крупные архитектурные вопросы обсуждались не в рамках 10-15 человек, ну, старых вот этих метров, да, в архитектурных, а в рамках более, ну, широкого такого профессионального сообщества. 65 10 99 6, наш московский телефон. Здравствуйте, Андрей. Алло, алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Данилу. Вот, безусловно, его студия, в которой находятся архитекторы, они занимаются проектированием гражданских сооружений. А мне интересно, откуда у этих архитекторов есть опыт проектирования именно гражданских сооружений, потому что, насколько, ну, вот мне известно, достаточно сильно развита сфера проектирования, ну, каких-то частных сооружений, вот. А откуда эти люди, ну, там, набрали этот опыт, потому что, вот, возможно, в государственных больших проектированных, ну, проектных бюро, да, проектных, извините, там этот опыт есть, хотя он не настолько актуален. Как этот вопрос решается среди молодых архитекторов? Отличный вопрос. Спасибо большое. Мне кажется, что да, на самом деле, когда ты выходишь, опять же, на работу на государство, у тебя гораздо больше ответственности возникает, и надо иметь втрое больше знаний, видимо, для того, чтобы, как ни странно, для того, чтобы построить правильный объект. Или я ошибаюсь? Это прекрасный вопрос, у меня на него есть очень внятный ответ. Наш приоритет — это не стаж работы человека, а это его интерес и компетенция. Причем интерес мы ставим вперед. Потому что, вот, то исследование, о котором я рассказываю, изучение best practice, вот этих стандартов западных, которыми мы занимаемся, это ключевой вопрос. И часто вы можете взять, там, человека с опытом работы, там, до пяти лет в области архитектуры, и он, там, через год, даже через полгода уже будет выдавать результат гораздо лучше, нежели очень... человек с большим стажем, да, то есть человек, у которого большой опыт. Вот, ну, как мы знаем, да, человек, который считает, что он уже многое знает, его сложно чему-либо научить. Но действительно существуют же какие-то определенные стандарты именно в проектировании вот этих социальных объектов гражданских вам пришлось. Но есть ли там что-то, что вас, как архитект, вам, как архитектору, кажется абсурдным или сложным? Сложным, наверное, ну, нет. Понимаете, вот очень хорошей иллюстрацией вот этого вопроса является, там, один эпизод из наших переговоров с тем же Институтом Генплана, когда мы с ними говорили о ресурсах, они в какой-то момент сказали, ну, окей, там, Данил, мы сейчас вот там привлечем внимание, мы там даже найдем какие-то средства, а зачем нам вы? И, казалось бы, обескураживающий вопрос, который, в общем-то, я задал встречный вопрос. Спрошу, почему вы, собственно, этого еще не сделали? Почему этого исследования еще не было сделано? Я думаю, что, ну, и, разумеется, повисла пауза и такая улыбка, да, как бы в этих переговорах, потому что объективно на сегодняшний момент как раз это главная проблема, что наше сообщество профессиональное, оно очень так вот закрыло своем опыте в своем, там, стаже, там, советских, каких-то стандартах и не готово сейчас просто реформировать это. А государство готово? Ну, государство само по себе ни к чему не готово, это наша как раз задача, которую мы ставим. То есть, если сообщество государство предложит, то государство откликнется? Я думаю, да, уже, у нас есть уже просто конкретные примеры. Просто после новостей продолжим разговор у нас с долей Даниил Куров. Говорим о социальной архитектуре. У нас в гостях социальный конструктор, основатель архитектурной студии «Цивил архитект» Даниил Куров, 65 10 99 6, московский телефон. Заглядывайте на сайт Финам.фм, страничку программы «Вдоли». Напоминаю, что мы рассказываем вам историю стартапа. И, насколько я понимаю, ваш этот проект, ваш бизнес-проект только-только начал выходить на какие-то обороты, да, и только-только все начинается. Вот это общение с генпланом Москвы, это уже, ну, такая серьезная ступень к реальному началу проектирования и строительства конкретных объектов? Или все-таки пока вы накапливаете опыт, исследуете, набираете, я не знаю, персонал, но к этому глобальному внедрению своих людей еще не приступили? Ну, по поводу НИИ-пигенплана, я так много очень им уделил время. Это лишь одна из сфер, которым мы занимаемся, она относится к исследованиям. Подчеркну, что вот эти исследования гражданских объектов несут в себе очень понятную, конкретную цель, понять, что мы можем делать с этими объектами, как нам их строить лучше, использовать уже тот даже опыт советский, может быть, или вот опыт последних 30 лет, на благо того, чтобы проектировать новые, хорошие объекты. И в этом плане мы привлекаем существующих массовых застройщиков. Мы сейчас как раз занимаемся подбором пула заинтересованных застройщиков, которые будут вкладывать в том числе в это исследование, чтобы, грубо говоря, они могли проектировать потом свои там социальные объекты, потому что в любом коммерческом там даже жилом комплексе есть детский садик, школа, они обязаны это строить. И когда они даже в своих там рекламных буклетах будут давать информацию, потому что у нас построено это по вот таким-то стандартам, у нас действительно продуманный объект, ну, они в этом заинтересованы. И мы открыты в сотрудничестве с ними. И, как мы уже говорили, у нас есть направление вот этого гражданского, да, гражданских объектов, у нас есть также коммерческие объекты. И, отвечая на ваш вопрос по поводу там нашей деятельности кущей, мы действительно в этой сфере, в сфере проектирования вообще, не видим каких-то серьезных крупных стартапов. Мы видим образование небольших проектных бюро, которые занимаются какими-то небольшими объектами, может быть, они в сфере, например, городской среды, сейчас модно, городская среда. И мы, кстати, сотрудничаем тоже в этой сфере с такими организациями, как городские проекты, институты урбанистики. И в этой сфере проще сделать стартап, потому что она такая очень уже разрекламированная. Ну и потом это все-таки более быстрая, как мне кажется, история, да? Вот тебе вот парк, вот сделай в этом парке там разные какие-то, не знаю, объекты построй разные, выдели площадки, придумай, как их заполнить. Но, тем не менее, это же не система, это же не на всю страну построить там глобальный комплекс детских садов и школ. Да, именно. Это отдельный проект. Да, если говорить уже непосредственно о нашей деятельности, мы не просто там набираем персонал, не просто заявляем хорошую идею, мы уже приступили к реализации некоторых проектов. То есть у нас есть тендерный отдел, который постоянно ежемесячно проводит аналитику. Мы подбираем тендеры, в которых мы можем участвовать. Здесь большое количество, конечно, препонов существует для, опять же, молодых компаний. Почему мы такие, можно сказать, активные. Ну, почему мы вообще первые по большому счету в таком широком смысле в этой сфере? Потому что очень большое количество, в том числе, финансовых преград. Чтобы участвовать в тендере, необходимо иметь запас каких-то собственных средств, чтобы там подавать заявки, обеспечение оплачивать и так далее. Либо это заемные средства, но это все равно все стоит денег. То есть получается, что вы своей коммерческой деятельностью по поводу коммерческой недвижимости сейчас окупаете вот всю эту гражданскую активность социальную? Я бы сказал так. Это пока в минус, да? Это пока весь проект Civil Architects. Это проект такой емкий, то есть мы в него вкладываем. Уже у нас есть живые контракты, живые деньги, которые мы получаем из этой деятельности. Мы проектируем уже вот эти гражданские объекты. И, конечно же, там коммерческая составляющая нам помогает вкладываться вот именно в сферу гражданских объектов. Но, насколько я понимаю, вы уже реально строите один объект в Калининграде? Мы его не строим, мы его проектируем. Да, он сейчас там буквально в течение пары месяцев, он идет на экспертизу и будет, я так предполагаю, летом уже начнется процесс реализации. Это выигранный тендер? Да, это выигранный тендер, причем это тендер, который выигран абсолютно на честных условиях. Мы очень рады об этом сегодня рассказывать, потому что, опять же, существует стереотип, и я тоже обращаюсь к нашему профессиональному сообществу, существует стереотип у молодых архитекторов, что невозможно в этом участвовать, поэтому мы даже не пойдем. На самом деле все это возможно, никаких здесь нету, ничего страшного нету. Попробуйте 10 раз, на 11 у вас получится. Как ни странно, наша тема вызывает живой интерес у слушателей 65, 10, 99, 6. Точнее, не просто живой интерес, а желание задавать вопросы. Я надеюсь, что мы всегда вызываем живой интерес у слушателей. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Слушай вас. Я хотела бы дать реплику, в общем-то, по высказыванию Даниила. Я, например, с некоторыми, да, пожалуй, со многими положениями, я вообще в принципе категорично не согласна. Например? Вот, да. С какими? Например, о том, что молодым архитекторам, да, я хочу представить Косаренкова Елены, в общем, архитектор, сурдное сообщество меня хорошо знает, потому что я с ним работаю непосредственно, это уже 15 лет. Вот. Например, вот есть такой молодой архитектор, Даниил наверняка знает, Труханов Сергей, 82-го года рождения, 32 года будет в этом. У него совершенно потрясающая, прекрасная мастерская. Он недавно выиграл конкурс в Лондоне на проект своего жилищного комплекса, лауреат премии «Золотое сечение», потому что парень просто, она просто работает. Нет, они строят социальные объекты. Да, социальные объекты тоже не делают. Но социальные объекты, я как советник главного архитектора Московской области вам говорю, что у нас социальные объекты, они строятся типовые. Если строятся не типовые, то социальные объекты, будь то школа, будь то поликлиника по индивидуальному проекту, это очень дорого. И для этого должна быть, естественно, соответствующая практика. А если создается новый типовой проект? Вот это то, о чем говорит Данила. У них такая амбиция, они хотят создать новые типовые проекты социальных учреждений. Нет, ну пожалуйста, ради бога, пусть они делают этот новый типовой проект для повторного применения, повторного соответствия со всеми СНИПами и техническими регламентами. Но вы верите в то, что это возможно создать? Я верю, что это возможно, но для этого надо очень хорошо этот проект публиковать. И для того, чтобы, как говорится, быть признанным архитектором, тот же самый молодой архитектор, должны себе делать имя. А делается имя архитектора, это пресса, это участие в конкурсах и это участие в соответствующих мероприятиях. Спасибо огромное. Вот очень круто, что нам позвонила Елена, которая, собственно, представляет то самое государство, с которым вы хотите взаимодействовать и для которого вы предлагаете свои типовые проекты. Я очень хорошо ее понимаю. Где ваши медали, где ваши выставки, где ваша лондонская какая-нибудь архитектурная школа с громким именем? С чем вы идете к государству? Чем вы, собственно, его, вот Елену, ее коллег, людей, которые отвечают за какие-то архитектурные вообще решения в глобальном государственном масштабе, чем вы их можете заинтересовать? Вы же для них человек с улицы. Абсолютно так. И тут два момента. Во-первых, Елена сказала о неком архитекторе, который создал компанию, студию свою, они проектируют какие-то объекты, это чаще всего не как раз объекты уникальные. То есть это офисные центры, это торговые центры. Индивидуальный проект. По индивидуальному проекту. И в этом нет ничего плохого, но, опять же, мы как раз и выступаем за то, чтобы молодые архитекторы делали свой бизнес, выходили в этот рынок. Однако мы с вами смотрим на огромное количество архитектурных объектов в России, и мы не видим серьезного, какого-то позитивного изменения на протяжении последних очень богатых, скажем, десяти лет. И если говорить о том, что мы можем предложить, ну, вы можете просто сейчас в порядке эксперимента зайти на сайт Московского департамента строительства и посмотреть в разделе типовые детские сады просто на эти проекты. Это проекты, выполненные государственными проектными институтами. Они страшненькие. Я думаю, что даже человек, не обладающий компетенцией, может понять, что детский сад не может состоять из четырех этажей. И суть проективного детского сада с точки зрения эстетики не в том, чтобы сделать такой детский конструктор, да, разукрасить его просто очень интересно. А на самом деле там ключевым вопросом является вопрос планирования, то есть создания правильной среды. Ну, вот смотрите, вот опять же, да, Елена, это такое, ну, ваше альтер-эго, да. С одной стороны, это ваш заказчик потенциальный, с другой стороны, человек настроенный крайне скептически, да, потому что кто ты такой? Да еще и, ладно, индивидуальные проекты мы отметаем, это действительно очень дорого. Ты хочешь внедрить новую какую-то систему типовых учреждений? Докажи мне, что ты прав, что я должна принять твой проект и запустить его в жизнь. Ну, мы, во-первых, все-таки... Вам приходится сталкиваться с этим вопросом? Конечно, конечно, нам приходится. Как вы решаете эти вопросы? Ну, лучший способ, это все-таки такое конструктивное объяснение плюсов. Для коммерческого заказчика... То есть наглядно вот картинку. Да, то есть для коммерческого заказчика самый простой тезис это удобный проект, он всегда выгодней. То есть более продуманный проект, проект по лучшим современным мировым нормам, он более эффективный с точки зрения экономики. Этот же тезис работает для государства, но он же так работает и, так скажем, он направлен к социальной среде, да, то есть государство строит какие-то объекты. И продуманный хороший проект по современным стандартам, а мы используем современные стандарты, такие как даже архитекторы-студенты знают эти стандарты. Может быть, Нойферта, которые не часто применяются у нас в проектировании. Стандарты международных сертифицирующих организаций. Это ЛИД, это БРИМ. Это такие специализированные уже вещи, они, может быть, не очень интересны нашим слушателям. Но суть в том, что... Но это показатель качества. Это показатель качества. И если объект сертифицирован той или иной организацией международной, это не просто какая-то формальная бумажка, а это действительно говорит о качестве того проекта, который мы видим. Но в любом случае, вот когда вы встречаетесь лицом к лицу с чиновником, вам приходится доказывать, что вы, ну, не верблюд, что вы архитектор с именем. Или нет? Или все равно проект говорит сам за себя? Вы понимаете, мы сталкиваемся с чиновником, когда подписываем госконтракт, а госконтракт получается путем проведения тендеров по этой системе. И, к сожалению, чиновник часто вообще ни в чем не заинтересован. Ну, выиграл тендер, ему не важно, кто это выиграл, они просто это делают. Поэтому наша как раз задача, она не просто проектировать эти объекты, не просто вести этот диалог, а действительно показывать новое качество. И только тогда мы сможем уже по факту говорить, что, вы знаете, вот мы сделали вот эти вот эти объекты по вот этим вот этим нормам, посмотрите и делайте выводы. 65 10 99 6, наш московский телефон. Максим, здравствуйте. Алло, алло. Максим. Тогда Альбина. Здравствуйте, Альбина, слушай нас. Здравствуйте. Вы знаете, Данила, мне хотелось сначала бы сказать про то, что мне очень близко и нравится то, что вы делаете, потому что у вас такой начинающий стартап, достаточно непростой ситуации. То есть вы работаете с государством, и я имею представление, да, какие сложности здесь у вас есть. И у меня вопрос такой, то есть вы уже представляете так, как работают там советские институты, и по моему мнению, там у них нету каких-то очень четких принципов работы именно вот с командой. И у меня вопрос именно ваше взаимодействие с сотрудниками, то есть какие у вас есть принципы работы с вашей командой. Спасибо, отличный вопрос. Отличный вопрос, Альбина, спасибо вам большое. А сколько у вас сейчас человек в команде? У нас очень небольшая команда, я сейчас скажу конкретно, сколько у нас человек работает. Общий комментарий как раз в том, что мы действительно практикуем совсем другой подход в плане работы с командой и постановки самого процесса, проектирования, нежели там советские институты. Вообще сразу представляется фильм «Самая обаятельная и привлекательная», где они там все стоят у этих кульманов, и каждый чертит что-то свое. Да, да. Ну, это совсем уже такая археология. Но на самом деле мы не отвергаем идею аутсорсинга, и многие вещи мы просто отдаем на аутсорсинг. Подробности мы вам расскажем после новостей, и после новостей же поговорим с Александром, оставайтесь с нами в доле. С нами Данил Куров, основатель архитектурной студии Civil Architects, социальный конструктор. И, как оказалось, тема очень и очень интересная всем нашим слушателям настолько, что много вопросов. Расскажите действительно о том, как вы работаете с командой. То есть у вас часть народа работает на аутсорсе? Да, как раз беда больших проектных институтов в том, что очень большой штат, люди получают ежемесячную какую-то зарплату, людям от этого на самом деле не лучше, если у них нет конкретной работы, то это не приводит человека к какому-то росту. Мы используем такую командную систему, то есть у нас есть просто блоки, это такой бизнес-подход. То есть это, опять же, отличительная особенность, что мы в процессе проектирования пользуемся просто бизнес-процессами. У нас есть участки, за которые отвечают проект-менеджеры, есть участки, за которые отвечают сейлс-менеджеры. Есть, опять же, отдельная задача, как работа с госконтрактом. И тут просто есть внутренняя система. Мы пользуемся онлайн-инструментами, у нас нет какого-то большого бумажного документа оборота, который часто сопровождает все государственные учреждения и старые проектные институты. А у нас это все в онлайне, все очень быстро, оперативно. Все решения мы согласовываем, буквально можно, я могу какие-то вещи согласовывать, пользуясь мобильным приложением на телефоне. А когда ты работаешь с государственной структурой, тебе по-любому приходится окунаться в ее стиль работы? Или удается как-то? Это задача, для нас это задача. Мы не видим в этом проблемы, это реальность, в которой мы существуем. Мы же тоже не такие наивные очень люди. Мы понимаем, что есть какие-то объективные реальности. Мы должны с ней работать и вести переписку. И получать тех условия. Вся эта бумажная лакита, понятно, что мы ее выполняем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дождался я наконец-то эфира. Нет, вопрос к Данилу. Знаете, он более общего характера. Я не архитектор, я инженер. Но заказчиком выступал и приемщиком ряда целостных работ. Сегодня в Москве мы видим, что строятся новые здания. И за что Русского критиковали с этими башенками. И, собственно, есть как минимум два адреса, которые в Москве у меня вызывали как у инженера совершенно недоумение. Это на Ямалаевском переулке, где сейчас находится Росимущество. Там даже есть табличка с именем архитектора. Школа новая, построенная на улице Советской Армии. Знаете, там обилие колонн, которые ничего не поддерживают. Разнонаправленные окна, отсутствие пропорций. А внутри, когда 60% пространства внутреннего – это коридоры и рекреации, наверное, это с архитектурной точки зрения тоже не очень корректно. При этом это все здания, которые спроектировали меня частными бюро. Знаете, у меня такое ощущение, что и отношение между заказчиками и архитекторами, и внутриархитектурным сообществом очень недалеко ушли от описанного в романе Айн Рэнд источник взаимоотношений. Я надеюсь, что вы читали и напомню, что там Говард Орг, который герой романа, он взорвал одно из своих зданий, когда оно перестало отражать его первоначальный замысел. Вот скажите, Данил, вы когда говорим о том, что в государственных бюро все плохо, а только наше частное архитектурное бюро это спасут, а где находится тот самый критерий, чтобы и в частных бюро избежать разного рода ляпов, непрофессионализма и всякого рода каких-то странных экспериментов. Да, спасибо. Как говорили в секретных материалах, the truth is out there. Где, в чем сила, брат? Во-первых, хочу сказать, что я к своему стыду не читал книгу, но я смотрел фильмы. Я понимаю, о чем идет речь. Что же касается критерия, ну не существует лучшего критерия, нежели некий общественный резонанс. Именно поэтому мы эту тему поднимаем в СМИ, в том числе мы сейчас говорим об этом на радиостанции, потому что до тех пор, пока наше гражданское общество, пока люди, родители, школы, о которых рассказывает Александр, они водят своих детей, до тех пор, пока они не будут давать этому оценку и уметь правильно это конструктивно критиковать, насколько они это могут делать, да, как люди не специализированные в этой области. Вот пока нам, в принципе, мы удовлетворены тем, что у нас новая школа, неважно по каким стандартам и так далее. Хорошо, что построили. Да, хорошо, что построили. Ну, вряд ли можно дождаться изменений. Когда люди увидят принципиально новый какой-то проект, который сделан разумно, который сделан удобно, и услышат о том, что существует действительно новый подход, ну, у них, соответственно, будет более высокий уже степень восприятия какого-то брака архитектурного. Еще один вопрос, 65, 10, 99 и 6. Максим, слушаем вас. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Архитектура – это часть проекта, да, есть еще конструктивные решения. И сейчас я просто связан с этим бизнесом. Очень большая проблема в хороших конструкторах. И в основном конструкторы с большим опытом, которые раньше работали, которые же, можно сказать, пожилые, в основном сейчас пересчитываются вот эти ребята молодыми, которые, значит, ситуация трофическая. Вот у вас как это решается? Вот скажите, у вас сами конструкторские решения, на чьи плечи, так, скажем, предлагают, вот так это происходит, потому что ситуация сейчас аховая, я вот знаю. Спасибо огромное. Вопрос, вот такой вопрос. Да, да, я поняла, то есть, вот опять же, говорим об отсутствии опыта. Вот, кстати, из другой сферы, пример, да, но моему папе скоро 70 лет, и он работает, он радиофизик, он работает в компании, которая прошла конверсию, да, и вот он там всю жизнь делал какие-то эхолоты для подводных лодок, потом это всё переверосло в какие-то чайники, а сейчас они вернулись к этой вот истории с радиоэлектроникой, оказалось, что работать некому. И мой папа в 70 лет ходит на работу, потому что специалистов такого уровня нет. Я думаю, что действительно, хотя вузы-то выпускают кучу народу, и радиофизиков, и электроников, инженеров и прочее. И, наверное, в архитектуре тоже, вот Максим говорит, катастрофа, потому что старые кадры-то, они, их же не отменял, они с их опытом колоссальным. Абсолютно так, и здесь, во-первых, хочу сказать, что у нас есть консультанты, у нас есть люди, нештатные сотрудники, которых мы привлекаем на основе консультаций. Ну а есть такая тенденция, что то, что молодёжь наворачивает, да, это нереально с точки зрения, там, вот как раз этих конструкторских решений, потом за ним приходится почищать. Ну, мы, во-первых, опять же, да, вот, опять же, один из принципов сил архитекта, мы не делаем каких-то нереальных архитектурных решений, для нас архитектура это не такое сакральное какое-то тайство, такое самовыражение, для нас это объективные процессы, это тот, чем как раз мы отличаемся, чем мы более привлекательны нашим бизнес-клиентам, тем, что мы не будем им объяснять какие-то непонятные для них вещи, мы будем в рамках общепонятных вещей общаться. Что касается конструкторов, действительно, проблема существует, но, опять же, если вы вспоминаете её как проблему и сожалеть об этом, сидеть, ничего не делать, это, конечно, можно этим заниматься, мы в этом не заинтересованы, мы заинтересованы в том, чтобы развивать, опять же, молодых людей, потому что каждый пожилой, опытный человек, он в какой-то момент был молодым конструктором, и он начинал с небольших, несложных объектов. Ну, а это вопрос опыта или всё-таки образование стало хромать? В том числе и образование, ну, есть, слава богу, у нас есть хорошие пока школы, в том числе, там, по конструктиву у нас работает Московский государственный строительный институт, там, ПГС есть направление. Что касается непосредственно архитектурных вузов, здесь, конечно, не всё так хорошо. Я лично учился на инженерном факультете РУДН, на кафедре архитектуры и градостроительства. У нас был достаточно сильный сопромат и термех, но не очень хорошо другие, там, физика, предметы, дисциплины были не очень хорошо развиты. Но, тем не менее, то есть, почему, опять же, хорошо, когда мы берём и начинаем работу с вполне понятных проектов? В вопросах проектирования школ, детских садов, я вас уверяю, там сложность конструктивных решений, она минимальна. Но на этих задачах человек может получать колоссальный и очень хороший, правильный опыт без какого-либо риска для этих объектов. Поэтому мы не берём сейчас какие-то большие концепции, там, сложные, там, какие-то линейные объекты, которые требуют серьёзных расчётов, там, мосты, тоннели и так далее. Это не наша сейчас сфера, мы в этом не заинтересованы. Помимо конкуренции и того, что эта работа на государство в таком глобальном плане может быть весьма и весьма коммерчески выгодной для бизнесмена, я так понимаю, что у вас всё-таки есть ещё и некая, ну, идеологическая, что ли, задача, некий такой концепт заполнения, там, духовных, может быть, каких-то, или, ну, хотя бы личностных потребностей. Зачем вам это, зачем вам весь этот груз? Занимались бы своей коммерческой недвижимостью, зарабатывали бы деньги, ездили бы отдыхать в хорошие отели за границу и всё, не парились бы генпланом. Я понимаю, да. Человек всегда делает то, что считает важным и нужным. И мы, на самом деле, с вами, в принципе, почти весь эфир, мы говорили о каких-то более социальных и общественных вопросах. Безусловно, это бизнес при всём при этом, и наши расчёты показывают, что здесь есть вполне понятная добавленная стоимость, она достигается не в результате получения двух-трёх контрактов, это эффект от масштаба, так называемый. Что же касается изменения среды, действительно, ну, сегодня много вопросов, таких больших звучит громких, там, на Урбан-форуме, прошедшем в декабре, много вопросов поднималось о развитии гражданского общества. Наша ответственность как архитекторов как раз влиять на развитие общества. И когда вы вырастаете в спальном районе, где вокруг вас однообразные непривлекательные угрюмые здания, и вы воспитываетесь в детском саду, который построен не в соответствии с теми требованиями к среде, в которой должен обитать ребёнок, да, воспитываться, то вы формируетесь на самом деле. Мы все вот, мы с вами воспитывались в наших там советских там школах, мы думаем, что на нас это никак не повлияло. На самом деле это сильно повлияло. Очень простой пример. Если вы попробуете там, например, где-нибудь в Италии, в каком-нибудь городе построить такой вот, знаете, металлический заборщик, там, и покрасить его в зелёный-жёлтый цвет, там просто люди, ну, выйдут на улицы буквально. Для них это невозможно, потому что там каждая там решёточка канализации — это произведение искусства. У нас же в каждом дворе эти зелёно-жёлтые заборчики, в общем-то, никого это не беспокоит. Поэтому, если говорить о такой вот большой социальной идее, мы хотим, чтобы наши люди лучше имели вот такую чувствительность к качеству архитектуры. И вкус. Да. Но, с другой стороны, вот вы говорите об этой уродливой школе, на которую жаловался наш слушатель, что хорошо бы, чтобы родители как-то, ну, это оценили и поругали, если им не нравится. Но ведь, когда это всё начинается с строительства, этот проект его же не видит общественность, его видят только те, кто это строит. Да, и здесь, конечно же, вступают вопросы прозрачности в игру. То есть, опять же, мы заинтересованы в прозрачности. Даже в вопросах ценообразования наших услуг мы не делаем больших каких-то скрытых смет, а мы всегда хотим, чтобы клиент, как будет то и государство, всегда очень хорошо понимали, за что они платят деньги. Спасибо огромное. Все подробности на сайте Civil Architects. У нас в гостях был социальный конструктор Данил Куров. Я желаю вам реализовать эту мечту. Очень хочется видеть красивые детские сады и школы в стране. Спасибо большое. Продолжение следует...